Здравствуйте, дорогие друзья! Новая неделя и новый шаг в обучении нашей волшебной книги Диелима, 61-й псалом. Но у каждого псалма есть какая-то специализация, можно так сказать. Это домашний псалом. Многое связано с домом находится именно в этом псалме. Но перед этим я хочу сказать, что в некоторых книгах все-таки встречаются еще более мистические вещи, которые говорят, что для того, чтобы человек хочет продлить свою жизнь до долгих лет жизни, он должен читать 7 раз в день этот псалом. Кто хочет, пусть читает. Всегда, когда кто-то боится заходить в новый дом или какие-то страхи связаны с домом, или вообще, когда человек приходит, первый раз приезжает в дом, обязательно это делать. Написано, что этот псалом именно для этого и предназначен. Еще раз, в трех древних книгах написано, для удачи в новом доме, сначала надо прочитать перед входом псалом 61. Кстати, нет никакой здесь привязки, но именно в толковании к этому псалму, может быть потому, что какая-то боль там в нем, в толковании написано, трон хоронит царя. Из этого учили, что каждый пророк в Израиле переживал четырех царей. Это просто так написано. Этот псалом читают полководцы в час тяжелого положения на войне. Точно так же его читает, написано, каждому человеку следует, которого враги немножко прижимают. Но есть достаточно непонятное объяснение. Читают, если по какой-то причине опасаются войти к себе домой. Тут по-разному может толковать, так написано, я до вас довожу. Читают, когда остаются дома, если какие-то войны, болезни, неприятности, и ты чувствуешь, что ты заперт, ты должен читать этот псалом. Написано, что среди житейских неприятностей люди иногда теряют способность слышать Бога, доверять. Сила духа называется. Вот чтобы вернуть душу в спокойное состояние, тоже читают этот псалом. Написано, что этот псалом позволяет укрепить в себе внутреннее противостояние внешним обстоятельствам, какими бы серьезными они не были. То есть, если что-то вот так колеблется, это этот псалом. И еще раз повторю, последнее, это такой домашний псалом, поэтому при любых проблемах в доме, при любых сложностях в доме, при любых приездах в новый дом, читается этот псалом. Брахава и Атсаха.